МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Наша съемочная группа находится на автодроме Федеральной службы охраны РФ, где я вместе с другими водителями пройду курс в Центре обучения безопасному вождению. Очень важный момент. Именно безопасному вождению. Речь идет не об экстремальных видах спорта. Здесь учат водителей правильно оценивать ситуацию и правильно рассчитывать собственные силы при движении на дороге. Но прежде чем вы попадете за руль автомобиля, необходимо ознакомиться с правилами безопасности и пройти инструктаж. Необходимо подойти к инструктору и расписаться в журнале учета безопасности, но предварительно найдя свою фамилию. Добрый день! Добрый день! Гусаров! Гусаров, распишитесь, пожалуйста. Вот инструкция по мерам безопасности. Ознакомьтесь, потому что на наш автодром... Да, и надо... Расписаться, я понял. Да, обязательно. Самое важное – это научиться правильно сидеть в автомобиле. Сейчас я после прохождения инструктажа покажу, как это делается. Мало сесть в автомобиль. Необходимо отрегулировать руль и сидение именно так, как вам будет удобнее. Есть и правильное положение рук. Ну, наша машина оснащена автоматической трансмиссией. Соответственно, начинаем подгонять. Сидение, к сожалению, по высоте здесь не регулируется. Но очень важно отрегулировать руль. Дело в том, что он регулируется здесь в двух положениях – по вылету и углу наклона. Соответственно, я ставлю, чтобы не перекрывать показания приборов. И очень важный момент, чтобы руль не касался каких-нибудь поверхностей, в частности, коленей или ног. Измерить положение, в принципе, современные автомобили действительно имеют в местах правильного хвата некие утолщения, уплотнения, за которые именно вот такая позиция является правильной. Руль отрегулировать и сидение можно следующим образом. Если вы вытянете руки и запястьями касаетесь кромки руля, это положение, в принципе, является наиболее правильным. Ни в коем случае не пытайтесь отодвинуть сидение до упора и вести вот таким вот образом. Дело в том, что при совершении любого маневра вам просто может не хватить угла, на который вы будете этот руль проворачивать. Наш автомобиль оснащен автоматической трансмиссией. Но если ваша машина стажена механикой, то каким образом понять, правильно ли вы сидите? Дело в том, что при включении пятой или шестой передачи, ну, как правило, пятой, самой дальней передачи, вы не должны отрывать спину от сидения. Это очень важный момент. Тогда у вас будет всегда оставаться пространство для маневра. Ни в коем случае не пытайтесь ездить, вот держа руку посреди руля. Дело в том, что действительно подушка безопасности, эта дорога и автомобиль действительно является средством повышенной опасности. Так вот, если вы держите руку вот в таком положении, при совершении ДТП подушка откроется, и вы получите, ударите себя по лицу со собственной рукой. Не дай бог, чтобы это случилось, поэтому, в принципе, правильное положение рук всегда на руле. Именно вот так. Это 2 часа и 11 часов. Первое упражнение, которое нам было предложено совершить, это была змейка. Змейка прямолинейная и змейка, где конусы были расставлены зигзагами. По идее, правильное прохождение этого упражнения, это руль должен быть постоянно в движении, и совершать любые маневры вы должны находясь ровно между двумя конусами. Самое главное, естественно, их не сбить. Кстати, если помните, я говорил о посадке автомобиля. Так вот, при совершении подобных маневров, если бы руки у меня были вытянуты, мне пришлось нагибаться очень близко к рулю. Во-первых, я бы устал, во-вторых, точность маневрирования была бы нарушена. Вот мне инструктор, который находится вне автомобиля, сделал замечание, что я слишком сильно высовываю морду. То есть, получается, я не сохраняю прямолинейность движения. Это минус, естественно. Еще раз совершаем это же упражнение. И теперь я попытаюсь все сделать правильно. Кстати, очень важный момент. Действительно, постоянно держать обороты на одном уровне. Упражнение второе. Это остановка на мокрой поверхности. Имитация экстренного торможения. Необходимо разогнаться до 60 км в час. И вот здесь нажать на педаль тот тормоза. И попытаться объехать препятствие до полной остановки. У нас это получилось. Скорость наша 43 км в час. По идее, нужно разогнаться до 60. Но, к сожалению, мне не хватило разгонной динамики. Сейчас упражнение было изменено. Дело в том, что водяные стенки могут менять свое местоположение. И, соответственно, они могут появляться в совершенно разных местах. Скорость сейчас была 52 км в час. Но, как видите, левым крылом я задел препятствие. Если бы это была жесткая препятствие, соответственно, ДТП было бы не избежать. Проблема в точности руления. Это очень важный момент. Дело в том, что здесь руление необходимо осуществлять именно с опережением. Дело в том, что вы видите препятствие. И в момент, еще когда вы до него не доехали, вы обязаны совершить движение рулем в правую или левую сторону. В зависимости от того, куда вы собираетесь направить свой автомобиль. И еще один важный момент. Вернуться на траекторию собственного движения. Еще одно упражнение – это объезд внезапно возникшего препятствия. По идее, нам предлагается развить скорость до 80 км в час. Но делать это в первый раз инструкторы не советуют. Сейчас важно правильно научиться вращать руль. Как подсказал только что инструктор, это управлять автомобилем очень плавно. Дело в том, что, кстати, в самом начале программы я говорил о правильной посадке, которая действительно важна на самом деле. И если вы, предположим, сидите, откинув, вот в данный момент я сейчас откину очень далеко спинку сидения, и вот у меня будет вот такая посадка, выполнить это упражнение, которое сейчас нам предложено сделать, мне попросту не удастся, потому что придется отрывать спину от сидения и пытаться каким-то образом рулить. Не менее интересное упражнение, которое предлагается на второй день занятий. Нам предстоит имитировать занос, имитировать его причем при помощи подвижной плиты. Компьютер самостоятельно выбирает, в какую сторону кинет автомобиль. Идеальнее всего, как сказали инструкторы, проделывать это упражнение на 45 км в час. Сейчас мы разгонимся и попытаемся поймать машину. Напоминаю, что помимо аквапланирования еще очень скользкая поверхность, и действительно я реально не знаю, в какую сторону кинет автомобиль. Как видите, сделать это очень и очень сложно, но ситуации бывают разными. Основная задача инструктора, чтобы автомобиль, даже не оснащенный ИСП, как в данной машине, здесь есть только АБС, причем, в общем-то, учитывая возраст автомобиля, не самое современное. Тем не менее, задача инструктора и, прежде всего, ученика, инструктора научить, а ученика правильно выходить из этой ситуации. Еще одно упражнение называется оно «бешеная корова». Дело в том, что задние колеса абсолютно неуправляемы. Здесь очень важно научиться правильно, очень плавно вращать рулем. Вы видите, мы сейчас движемся практически прямо, но при этом колеса вывернуты. И вывернуты довольно на большой угол. Если я сейчас буду вращать плавно руль, мы начнем поворачивать. Если я хочу вернуться на прежнюю траекторию, также плавненько выворачиваем руль, плавно работаем педалью газа и продолжаем траекторно двигаться правильно. Это упражнение поможет в дальнейшем понимать физику движения автомобиля. Оно очень важное, и, к сожалению, в обычных школах этому практически никто не уделяет внимания. Сейчас мы попытаемся повернуть. Вот смотрите, очень плавно. У нас почти получилось. Теперь мы также плавненько начинаем движение. Ну что ж, обучение наше закончено. И теперь осталось подвести итоги и понять, выслушать те замечания, которые выскажут мне инструкторы о том, что я делал неправильно и чему я научился за эти два дня, проведенных на автодроме Федеральной службы охраны Российской Федерации. Александр Владимирович, вы прошли курс обучения, и в чем успешно. Я вас поздравляю. Спасибо. Пожалуйста. Павел Ильич, а вот вопрос. Какие ошибки, в общем-то, часто допускаемые посетителями, учениками, наиболее часто повторяемые? Ну, наверное, в первую очередь это скоростной режим, это скорость. То есть люди приезжают, чувствуя, что здесь тренировочный объект, то есть тут можно гонять, можно превышать скорость, и сразу начинают выполнять упражнение на большой скорости, и оно сразу не получается. Поэтому у нас и методика такая, мы с малого, с минимальных скоростей доводим до критических скоростей. Но критическая скорость – это не дерево, это не автомобиль, это не человек сбитый. Это просто выход за пределы габаритов упражнения. Спасибо огромное еще раз. Ждем вас еще раз. Ну, на этом двухдневное посещение школы закончено. И, наверное, остается только сказать, что курс, вот этот вот двухдневный, начальный курс для водителей, где вас обучат АЗАМ управления автомобилем, обучат физике процесса, научат понимать, как траекторно правильно или неправильно движется автомобиль, как правильно рулить, насколько важны плавные движения рулем или резкие, что такое руление с перехватом. Ну и вообще те АЗы, которые должен, наверное, знать любой водитель, а вовсе не пилот Формулы-1 или гоночной серии, стоит это все действительно очень недорого. Двухдневный курс стоит 17 тысяч рублей. Для начала, я думаю, что научиться правильно ездить и правильно понимать автомобиль вы здесь сможете. А это самое главное. Напомню, курсы эти не экстремального вождения, а именно вождения безопасности. Всего вам доброго, берегите себя. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова